Добро пожаловать в клуб любителей хороших фильмов LikeFilm. Для быстрой навигации по списку фильмов используйте тайм-коды в описании. Старый телохранитель. Телохранитель в отставке живет в одиночестве, в маленьком городке, находящемся где-то между Россией, Китаем и Северной Кореей. Долгие годы он винить себя в исчезновении своей внучки. Однажды мужчине вставят диагноз – деменция, и вскоре после этого он знакомится с девочкой-цветочницей, с которой у него завязывается дружба. Но у юной леди есть одна проблема – ее отец пристрастился к азартным играм и перешел дорогу бандитам. События принимают серьезный оборот – девочку похищают. И старый, но все еще сильный духом и пока что не растерявший навыков телохранитель, сделает все, чтобы спасти ее. Мастер тайцы. Пекин. Амбициозный юноша Чен Линьху по кличке Тигр подрабатывает скромным курьером, но после работы он превращается в молодую звезду боевых искусств, постепенно оттачивая свои навыки, следуя традициям тайцзы Линькун. Обучившись размеренным и мирным движениям из тайцзы, он приспособил их для бойцовских соревнований. Данако Марк, скрываясь от гонконгской полиции, попадает в другой столичный мегаполис, где царит неразбериха и хаос, и открывает там подпольный бойцовский клуб, в котором реальные деньги можно заработать, побеждая противников в поединках без правил, транслируемых в прямом эфире богатым клиентам. Подыскивая новую звезду, Данако пытается приманить тигра обещанием легкого заработка. Вхождение в этот мир выявляет самую темную сторону Чен Линьху, но ему необходимы наличные. Его навыки помогают ему на ринге, но сможет ли он, сражаясь, сохранить в себе чистоту и добропорядочность? Меченосы. Герой фильма – скромный китайский ремесленник, изготовитель бумаги, живущий в далекой деревне с женой и двумя детьми во времена империи Цин. Однажды в деревне неожиданно появляется сыщик, и в их безмятежной жизни происходит переворот. Уреник мастера Крадущийся тигр, затыившийся дракон, меч судьбы. История об утраченной любви, юной любви, легендарном мече и единственном шансе на спасение. Ренат. Можно ли заработать состояние на жажде крови? Ушлый бизнесмен-садист создает подпольный веб-сайт, в реальном времени транслирующий жестокие битвы гладиаторов, где схватки ведутся не на жизнь, а на смерть. Его новый боец – Дэвид Лорд, похищенный пожарный, оказавшийся в заточении и вынужденный бороться за свою жизнь. Чтобы выкупить собственную свободу, Лорд соглашается принять участие в серии кровопролитных сражений. Но по мере того, как возрастает число жертв и приближается решающая битва, Лорд внезапно узнает секрет, который способен поставить крест на бесчеловечном бизнесе и сравнять бойцовский клуб с землей. Путешествие героев приводит их в страну, где живут только женщины. Пророчество гласит, что пришедшие мужчины принесут в стране разрушение, поэтому местная правительница приказывает казнить чужаков. Но на ее дочь уже начал действовать любовный яд, и та спасает пленников. Рид Отряд спецназовцев получает задание проникнуть в многоэтажный дом, расположенный в самом сердце трущоб Джакарты, и арестовать обосновавшегося там наркобарона, которого охраняет целая армия вооруженных до зубов головорезов. Операцию нужно провести без лишнего шума, но нелепая случайность нарушает планы служителей закона. Теперь бойцам негде спрятаться и некуда бежать. Перед ними 30 этажей ада, где смертью грозит каждый неверный шаг. Война по правилам кончилась, выживает сильнейший. Бойцы Два брата вступили в бойцовский клуб Нового Орлеана. Между ними девушка, которая никак не может определиться, кого же из них она любит, и жажда победы во что бы то ни стало. Братья готовы биться насмерть, даже друг с другом. Дикий Лесник Джо Брейвен живет с семьей в горах на границе с США и Канадой. Однажды его тихую размеренную жизнь нарушает опасная банда наркоторговцев, которая еще не знает, что эта часть лесной глуши занята, и занята не дикими животными, а сильным и бескомпромиссным человеком, ради семьи, готовым на все. Пишите в комментариях, такие фильмы по вашему мнению стоит добавить, и другие замечания и предложения. Спасибо за внимание, до скорых встреч!